Ну что, друзья, я не успеваю даже снимать видео о том, какие возможности сейчас открываются, я их ищу, рассказываю, и сейчас я немножечко хочу тоже об этом, о том, как планировать, на чем зарабатывать, и что у меня в перспективах. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий, ну давайте я вам скажу честно, вот то, что вам точно совершенно не помешает, вот абсолютно точно не помешает, и мой вам совет, сейчас заняться именно собственным образованием, и то, что вам точно может пригодиться, это вот такой вот двухтомничек, я в свое время его купил, это я вам могу показать, вот посмотрите, вот две книжечки, да, и вы видите, Практический курс китайского языка, первый и второй том, точно совершенно может пригодиться, я пытался изучить китайский язык, тут здесь прямо вот грамматика, иерографическое письмо, и здесь фонетические упражнения, там разговорная практика от нуля, и так далее. Кроме того, что я купил вот эти вот два, две книжки, я скачал где-то в интернете фонетические, ну, аудиофайлы к упражнениям, к этому, и занимался. Я пытался выучить китайский язык, потому что в свое время я когда-то, ну, так сказать, я же немножечко шальной, поэтому однажды у меня возникло желание съездить в Китай, и, ну, потому что я увидел там фотографии красиво, думаю, блин, как классно, так сказать, вообще интересно, я там не был еще ни разу, и вот интересно, а почему бы мне не съездить в Китай? Ну, и, соответственно, это, эти фотографии я увидел когда зимой в свое время, вот, там река Ли, значит, там совершенно фантастические пейзажи, я думаю, блин, я хочу на это посмотреть. Я стал интересоваться, оказалось, что да, в Китай вполне себе можно поехать, виза оформляется легко, достаточно, что, в общем, сказать, я начал готовиться к этому делу, вот купил эти книжки, стал изучать китайский язык, и в результате в августе месяце того же года я поехал, это было давно, уже, так сказать, еще до Олимпиады, сейчас я планирую еще, потому что, ну, вот, актуально становится снова, потому что я рассказывал вам о том, что есть вариант гонять машины из Казахстана, китайские, значит, сюда, набивать их каким-нибудь товаром, который будет выгодно продать здесь, и, тем самым, окупать эту поездку. С тех пор прошло уже, ну, с тех пор, как я снял это видео, ну, прошло какое-то время, и я стал интересоваться, действительно была граница сухопутная закрыта, мне говорят, все, граница закрыта, ничего не получится, вот, сейчас я недавно читаю, что Россия решила открыть сухопутные границы для пересечения между Киргизией и Казахстаном и Монголией, то есть границы открываются, и вот та бредовая идея, она становится более реальной, вот, и, кроме того, говорят, что в Казахстане машины стоят намного дешевле, чем в России, вот оно, пожалуйста, ребята, пожалуйста, оно работает, и, кажется, становится более реальным. Кроме того, значит, я вам открою секрет, вчера я общался с одним молодым человеком, ну, по поводу деятельности, вот канал YouTube и так далее, и так далее, ну, вы знаете, что сейчас айтишники, многие уехали за границу, и, ну, есть такая возможность, ну, не то, что возможность, то есть айтишники уехали за границу, и, значит, оттуда, дело в том, что айтишники никак не привязаны к своему месту, то есть главное, чтобы был бы интернет хороший и так далее, и так далее, и вот вчера я разговаривал с одним из этих айтишников, сейчас я с ним договариваюсь про интервью, он живет в Непале и ведет свою деятельность оттуда, очень интересный человек, и он согласился на интервью, что не так часто бывает, поэтому тоже будет, ну, много расспросов, я хочу выяснить у него все, что могу, он любезно согласился, я думаю, что это интервью тоже будет, поэтому оставайтесь на моем канале, лайк, подписка, ждите это, это, я надеюсь, что будет это очень интересно, ну, а если кто-то из вас, уважаемые зрители, живет тоже, ну, сейчас, в данный момент находится где-то там за границей, и, ну, живет там, я знаю, что очень многие живут там где-то в Индии, значит, там в Таиланде, сейчас уже в Грузии, в Казахстане и так далее, откликнитесь, пожалуйста, было бы интересно тоже сделать какое-то совместное интервью, потому что, ну, крайне любопытно все вот это вот, что происходит в ваших странах, и как вы там живете, сколько стоит жилье, продукты и так далее, и так далее, и так далее, доступ в интернет, возможность заработать, возможность получения денег, значит, там, ну, на карточке и много-много всего, поэтому я призываю вас, если кто-то может, напишите мне, пожалуйста, там, через Телеграм найдите меня, через ВК, все доступно, ну, или в комментариях даже, мы можем как-то обменяться контактами, и что-то дело, между собойчик какой-то организовать, между собойчик на английском языке называется коллаборация, коллаборейшн, то есть это сейчас очень принято, и я думаю, что это будет взаимно полезно и для вас, и для меня тоже. Ну, а на сегодня все, лайк, подписка, как всегда, и оставайтесь на моем канале. С вами был Демитков Юрий.